вот пошла запись и потом кто захочет и сможет посмотреть главный рейдер страны который хотел у меня забрать центр его помощник мне как-то говорил главное у человека вызвать смотрю как манипулятор пора проснуться сколько можно спать народ сколько можно спать это очень важный момент и потому что свободу счастье такие привлекательные слова которыми народы поднимали а потом ими как говорится заводили туда как туда не надо друзья вот акбар привет акбар закраски тебе спасибо вот я сегодня мы когда закончим нашу важную встречу порисую вот олег польщиков из оренбурга привет олег привет дорогой мой коллега и тоже специалист по ключу всем здравствуйте для доверия что я хочу сказать я хочу сказать что я тот самый первый человек который без лани выводил из острого стресса детей и взрослых физлярии в каспийске 500 испытателей международной космической программы и потом значит сейчас ваша методика часть я профессора матвеева в учебники по физической культуре для десятых 11 классов впервые упоминание обо мне было еще раньше а вот сейчас в девятнадцатом году в этом учебнике почему мне удалось выводить без нами по списке в кизляре в москве и после землетрясения тоже людей приводить порядок потому что все трясло и люди боялись и накроют сегодня всех а я лежал у себя в комнате и старался не бояться я вот думаю я зря надо было выйти как все на улицу и спокойно себя чувствовать а я терпел воспитывал себе мужество вы знаете друзья я вам что хочу сказать очень много мы по детству своему пытаемся по всяким шаблонам которые нам советуют каким надо быть мужчины мне удалось создать методику где не надо вот так уж старательно обучаться шаблонному мышлению потому что вообще-то два принципа существует на основе которых стоит все образование оздоровление тренировка на основе этих двух принципов сейчас мы сейчас мы быстро научимся по этого не знает как снимать стресс страх переводить энергию стрессов для наших новых достижений как вакидо быстро научимся вот это же самое главное научиться снимать страх потому что человек становится человеком преодолевая страх и помогает ему в этом любовь это очень важно любовь женщине любовь к детям любовь к делу его самое важное чтобы человек научился открывать свои внутренние творческие способности это мощнейший ресурс мощнейший ресурс я хочу сказать что почему мне удалось быть первым человеком который помогал из острова стресса выводить людей потому что раньше была такая вот между психологами но можно сказать легенда что есть пока у человека сильный стресс когда вопросы начнутся вы тогда включите почему значит раньше такая была потому что от бессилия люди не знали что делать когда у человека острый стресс почему психологи не знают что делать потому что он не слышал психолога он был в таком шоковом состоянии когда вот ему горят расслабьте он только глаза прикроет у него взбив перед глазами или еще что-нибудь такое он не слышал поэтому психологи они же речи в основном поэтому они придумали такое бессилия надо его пока оставить этого пострадавшего а ведь от этого зависит чем быстрее мы ему поможем вы выйти из этого шока тем меньше непрогнозируемых последствий потому что кстати говоря почему люди неврозами страдают но это же и психотравмы психотравмы же тоже это шоковые такие моменты которые создают некое зависание вот чека обидели в детстве собака на него напала он испугался завис в этом состоянии потом он годами мучается стал заикающийся или еще что-нибудь такое мы сегодня сейчас все кто хочет сможем помочь им выйти из этого состояния даже если она была произведена вот этого зависания даже в детстве но я хочу вас предупредить что есть люди их очень много которые имеют не просто психотравмы по жизненному процессу они еще и мы все время его регулируют потому что у кого-то у самого плохой звук и он нас заставляет это шпинилась напишите как звук сейчас чтобы мы еще раз подрегулировали давайте вдруг микрофона чуть лучше давай мы может быть еще вот так вот сделаем может быть вот так вот постоянно а сейчас как звук вот сейчас давайте еще раз напишите вот сейчас как звук да но я же громко говорю я рад тебе лучше стал но хорошо так два принципа обучения оздоровления это все основано на повторение на повторение возникаление мать учения повторение мать учения для выработки навыков ты букву а например стараешься писать аккуратно старательно с пролежанием с настойчивостью стараешься стараешься до тех пор повторяешь пока не будешь делать автоматически то есть потом ты делаешь раз я написал то есть по существу принцип повторения приводит к оптимизации когда ты уже можешь это же самое действие эту же самую цель эту же самую задачу достичь без таких затрат энергии времени и так далее то есть до выработки навыков второй принцип второй принцип это как раз таки принцип подбора путем перебора это наш принцип дополнительный вольные свободные потому что первый принцип обучения на основе повторения позже и тренировочный принцип повторять действию пока я пока у тебя не не вырабатывается навык потом ты можешь делать на автомате да ну вот я просто говорю об этих двух принципах первый принцип это повторение мать учения повторяя пока у тебя не будет это автоматически происходить а второй принцип подбора путем перебора по критерию поиска идеального решения этот принцип как раз таки тренирует творческие возможности он активизирует поисковую активность мозга но этот принцип не формирует шаблон а как раз таки обучает человека мыслить самостоятельно и при решении сложных вопросов найти оптимальное решение минимум времени это очень хороший принцип его раньше не было он есть у нас у всех голове он есть у нас у всех интуитивно мы все творческие люди и мы все им пользуемся но я его впервые озвучил поэтому наблюдая за детьми какие они делают инстинктивные движения для того чтобы снять напряжение я и создал метод ключ и наблюдая за взрослыми что они вот я например когда говорю видите я жестикулирую то есть я делаю некое действие синхронное текущему моему состоянию вот я таким самым вот когда я делаю действие синхронное текущему состоянию между действием и состоянием есть соответствие вот обеспечение этого соответствия снимает стресс потому что если я буду вот так сидеть неподвижно и говорить я потеряю гибкость мышления буду где-то застревать и чтобы я не застревал я либо жестикулирую а это повторяемое действие либо ногой качаю либо кулак сжимаю либо я показывал что довести напряжение до пика пять пальчиков сжать сильно или сделать здесь вот так вот ногтем там где она разберут эти кончики пальцев они очень чувствительны там много рецепторов и когда человек напрягается у него напряжение вот погода поменялась у меня сегодня целый вечер были судороги ног потому что у меня там после операции тяжелые семь с половиной часов титан стоит сразу я как индикатор реагирую у меня судороги или ходил я для понял что погода меняется и на самом деле атмосферное давление было очень низкими душу люди не знают что они так могут сильно реагировать на погоду потому что у нас было мышление шаблонная но кто-то мне говорят они я на погоду не реагирую потому что у меня голова не болит но потому что мы так думали что на это только голову на самом деле раздражительность появляется сон плохой чувство неуверенности тревожности какое-то состояние загруженности со сменой погоды это происходит потому что внутричерепное давление меняется поэтому когда мы так делаем и когда мы разминаем ушки мы снижаем внутричерепное давление голова потом проясняется еще вот так делаем руку на руку закидываем пищу на воротниковую зону захорону деда и разминаем разминаем зону захорону деда чтобы венозный отток был нормальный голова начинает после этого проясняться это скорая помощь а мне там написали вчера слушать когда приглашал сегодня вот на бесплатную встречу помощь я сейчас буду очень сильные вещи говорить а там ни одна дамы нет тут даже в туалет школа человек будущего фома футурус школа человечности здесь как раз таки есть у нас проект такой бесплатный ликбез бесплатный ликбез это скорее скорая помощь потому что метод ключ позволяет тысячам людей сразу помогать сказав им критерий по которому надо подбирать действия себя на текущему состоянию в моменте я сейчас это скажу и кто не знает сразу сверху в действии повторяемое действие сразу себе подберет которая снимает стресс напряжение и прямо на глазах у нас выводить этого человека состояние безмятежности вы знаете я одну женщину как-то спросил она была у меня на вебинаре каком-то она говорила я так плохо себя чувствую мне постоянно голова болит тревожа спать не могу я ее спросил вы когда-нибудь чувствую состояние безмятежности она гайда чувствовала я говорю расскажите когда она говорит вы знаете я говорю давно лет 20 назад танцевала с одним мужчиной такая музыка хорошего я положила ему голову на плечо была такая безмятежность такая защищенность обратите пожалуйста внимание безмятежность защищенность безопасность безопасность обратите пожалуйста на это внимание определенность до что в этот момент я ничто не грозит я начал со страха человек преодолевая страх становится личностью сейчас говорю о безмятежности защищенности вот страх образно говоря как короткое замыкание а вот теперь безмятежность а вот теперь давайте сравним вот это безмятежность на что похоже на что это состояние как раз таки вот бутыльковская дыхание состояние состояние некой безмятежности и дыхание такое вроде дышишь не дышишь такое такое с минимальными энергозатратами да у нас есть ключевое дыхание ключевое дыхание смотрите как интересно если вы в течение какой-то минуты а если даже две-три вы сделаете например думаю о чем думается боясь чего боитесь неважно ходите вы сидите или лежите неважно одно-две минуты если вы буквально время от времени дискретно не постоянно пошла постоянно контролировать дыхание как советуют разных методов это уже же как это как это сидеть свои пять минут контролировать дыхание это ужасно скучно во первых потом если у вас там такое состояние что вас разрывает тревога страх это трудно а если вы дискретно это дробно делаете то есть время от времени подумываете вдох у вас теплее или выдох и вот оказывается когда вы фиксируете внимание на то что вдох у вас теплее или выдох у вас через минуту буквально напряжение растворяется и вы выходите на состояние безмятежности защищенности комфортности почему потому что комфорт и безмятежность это защищенность это тепло поэтому говорят с собой так тепло с собой так хорошо с собой так свободно с собой я чувствую себя вот чтобы быть самим собой вот мы сейчас научимся снимать стресс выходить из страха на состояние безмятежности а для этого надо показать вам во первых у нас школа через будущего это же и прием один из приемов саморегуляции индикатор напряжения сейчас все пожалуйста особенно новички индикатор напряжения это 10 это шторм на вот так 10 это шторм это вот плохо это хаос а вот это вот штиль это порядок хаос и порядок вот это безмятежность это защищенность это вообще-то на самом деле бесконечность это как раз таки безвремение это как раз таки космос это как раз таки вот это вечности защита и страх а страх это вот шторм это хаос вообще-все это инстинктивная реакция выживания вызывает у нас склонность подбора путем перебора против старого принципа повторения мать учения повторение мать учения классический принцип я не против него без этого совершенно невозможно но еще дополнительный принцип о котором который мы пользовались интуитивно но я его озвучил вот это дополнительный принцип принцип подбора путем перебора по критерию минимального усилия по критерию идеального решения это вот то что мы сегодня будем делать и вы заметите боже мой как просто снимается стресс вот это то что я показывал это дополнительные приемы это не саморегуляция это просто счастью этому тысячи лет я просто это приспособлен для наших целей для того чтобы мы делали вот это могли помечтать и желаемых переменок себе в будущем это тоже происходит потому что когда на пике напряжения например собака на нас напала и мы испугались пик напряжения мы подумали вдруг потом она меня укусит я потом буду хромой там или буду болеть или еще чего то то это застревает на этом же пике напряжения если я подумаю что теперь все будет хорошо у меня появится ответ на какой-то вопрос который меня давно волнует сам создал напряжение на пике напряжения подумал вечером я сделаю прекрасный ликбез видите у меня получается у вас получится так то есть на пике напряжения у людей происходит зависание зависание может быть как на плохом так и на хорошем я хочу чтобы это было понятно если я что-то там непонятное сказал вы мне потом напишите я отвечу на вопросы ну сейчас там нужно вот 10 вот этот вот индикатор напряжения или градусник напряжения которые показывают можно на руке тоже показать повторить это 10 это 0 нулевое состояние безмятежность а это шторм шторм это хаос это страх боль это тревожность а это беззаботность безмятежность это когда пофигу все вот ради этого пофигу люди водки пьют ради пофигу вот люди таблетки пьют антидепрессанты транквилизаторы и прочее десятое чтоб доверие ко мне было больше я как раз таки в клинике федорова готовил хирургов 100 с лишним хирургов подготовил которые на глазах операции и на конвейерную операцию людей на глазе и вот тех людей которых я подготовил они могли на операцию шли идти без примедикации и хирурги говорили что они глаза мягкие но кто разбирается в этом поймет как это важно для и потом мы на 30 процентов сократили транквилизаторы снотворные и обезболивающие тоже самое делал таракальной хирургии тоже самое делал других местах я же на этой же основе сейчас покажу на какой готовил спецназы готовил олимпийских чемпионов и вы сможете это использовать антистрессовую подготовку до какого-то предстоящего важного для вас события будь то переговоры выступления свидания будь то экзамен путь на встречу с каким-то важным для вас лицом антистрессовая подготовка вы сможете произвести опять же по принципу повторения да сейчас скажу как это было на самом деле это случай классический уже в нашей школе я о нем даже в книжке писал и много раз на вебинарах рассказывал но если здесь новичок он должен узнать что значит повторение перед каким-то важным событием в этот случай сейчас возьмете и будете всю жизнь использовать смотрите что произошло она дома она летела в нью-йорк 10 часов ей лететь на самолете она жутко боится летать на самолете и она стоит шереметьеве для нас ждет посадки и смотрят два иудея стоят перед ней и читают и качают головой во первых почему они качают они качают потому что когда внимание сильно сосредоточены они снимают лишнее напряжение чтобы не было зависания о чем я и говорил так чтобы не было зависания они используют принцип повторение только головой но они об этом то не знали они просто обеспечивают себе внимание а я например ногой по чаю а кто-то например раскачивается сидит а кто-то жвачку жует то сделает повторяемое действие о чем я начал начать дальше вы поняли теперь она засмотрелась одновременно думает о предстоящем событии что 10 часов и лететь на самолете до нью-йорка для неё это муж она смотрит как два иудея читают тору и головой качают она засмотрелась ну принцип подражание то вы знаете рефлекс подражания конечно но в роддоме например один молодец заплачет и начинает так это же у нас и обучение на основе повторения тоже на рефлексе подражания но теперь все пазлы будут сходиться теперь слушайте она потом приехала потому она объясните мне пожалуйста что со мной произошло я хочу такой я летела 10 часов как ураю но потому что она проработала свои переживания перед ответственным событием самолете через повторяемые действия но это же гениально друзья ну гениально было это заметить увидеть проанализировать и вам сказать об этом она пришла для того чтобы этот ответ получить и наверное она использует это повторяемое действие перед какими-то важными встречами событиями выступлениями и так далее дай бог здорово так и вы это используете теперь следующее действие шалтай болтает вот у нас классические приемы саморегуляции ну там психо гимнастики стоит где ребенок он еще не видел нас он не читал наших книг я почему и говорил что мы по существу наблюдаем за детьми что они делают инстинктивно как они снимают стресс и и предлагаем делать это осознанно в виде упражнения и использовать для разных целей вот например шалтай болтает повторяемое действие повторяемое действие человек стоит вот так делает если вас ждет самолет вы можете не вот так делать когда мы делаем а вот так делаем а если у вас спина болит здесь верхушки мягких сходятся расходятся так делают когда человека вынули из воды и руки разводят сводят искусственное дыхание то же самое верх руками по спине верхушки мягких сходятся расходятся очень помогает и голос улучшить и ангину убрать и кишечник наладить очень помогает и дети могут перед экзаменами думая о предстоящем экзамене делать все а если вам это трудно делать подбирайте себе любое движение которое легко делается а то которое трудно делается отбрасывайте об этом сказано у профессора маквеева здесь есть глава который называется синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ наш метод поэтому вы сейчас из первых рук это получаете дело в том что иногда мне там звонят пишут вот такая синхрогимнастика я заставляю говорит всех делать правильно чтоб спина была ровная вот это уже не человек который на подготовку походил она старается или он старается по шаблону наоборот делая эти действия подбирать надо те которые легко у вас получаются и которые хочется вам продолжать вот критерии повторения и повторения мать учения повторение по принципу подбора путем перебора подбирайте действия которые вам хочется продолжать значит у вас стресс снимается и вам хочется продолжать комфортно не хочется оттуда выходить вот это дополнительный принцип когда вы без принуждения над собой вырабатываете не шаблон а творческое поисковое мышление и изобретательские способности поэтому если вам не хочется стоять ровно так и не надо делайте это так как делается думаете о чем как думается а не заставляете себя ни в чем не подходит берите другое вот так вот путем перебора находите то что вам подходит это и развивает творческую поисковую активность и все другие вопросы в жизни вы решаете проще и быстрее это очень важно так там можно посмотреть в ютубе запишитесь на мой youtube канал и запишитесь на мой телеграм как телеграм это . своя ли да там все время новое новое все время что-то происходит там берите бесплатно все на youtube канале запишитесь там есть плейлист который называется бесплатный ликбез записи открывайте по два с половиной три часа там открывайте смотрите примеряйте как рубашку как ботинки в магазине тоже подходит берите то что не подходит отбрасываете это новый принцип это как раз и есть дополнительный принцип подбора путем перебора по критерию то что вам подходит к тому старому классическому принципу повторения мать учения вот эти два принципа должны быть вместе это уже старый принцип повторения мать учения привел нас тому что нам сказали всем делать это и все делать это нам сказали чем прыгать в воду мы все будем прыгать в воду потому что мы будем без всякой критики относиться к любым рекомендациям а когда мы делаем так как школах хома футуру советует когда мы будем развивать творческий подход мы будем думать своей головой что делать нам и что не делать таким образом два этих принципа мы должны быть вместе старая школа и новая школа человек будущего помогут школа человечность я понять понятно говорю да а теперь я вам скажу что нужно делать вот изюминка для новичка это будет просто потрясающе как раз 30 минут прошло осталось 10 минут потрясающийся я проведу пример наши то знают наши то знают я как-то это рассказывал была сильная сильная вот это у меня 10 а здесь 10 единиц а здесь но у меня было 10 делал ну вот такое плохое состояние все то ли погода поменялась то ли чё то ли там меня разочаровали это же вообще я ждал ждал это же школу нашу расширит потому что мы даем такие мощные простые вещи которые если бы школа расширилась наши миллионы людей бы это взяли эту полезность были бы здоровье и любили друг друга но это что можно лучше пожелать так вот представьте себе не делается я все время не очень в какой-то момент не обещали расширить и в какой-то момент нельзя у меня было 10 такой хаос мыслей тревожность ничего не получается и я тут же начинаю делать вот это и представляю себе что все получится но не хватает теперь я думаю что делать и вспоминаю а что я делал в детстве что я любил делать если внимательно слушайте пожалуйста это очень важно это вам рекомендации что вы любили делать детстве я например любил под столом сидеть и играть летчика я даже сидел он там под столом и так вот рулил самолетом и так делал смотрите вот издавал издавал звуки моторов то есть я играл по-настоящему то есть если вы возьмете вспомните что вы любили делать в детстве там девочки любили там куклу качать пожалуйста повторяемые движения снимает напряжение я уже сказал так пожалуйста холохоп крутить повторяемое движение снимает напряжение нету куклы нету холохопа без холохопа стоите крутите то есть по существу это моделирование я же сидел рулята под столом не было самолетами не было я его моделировал я играл я там моторы заменял я там летал и потом я сел на диван отпустил мысе на самотек и вдруг я почувствовал что у меня было 10 осталось без мятежности за 5 минут я сыграл в игру который я любил в детстве делать за 5 минут у меня снизил вот этот момент когда я после того что я там рулил самолетом потом все на диван и задумался вот этот момент называется стадия после действия момент истины здесь происходит такой сбор урожая чего что вы сделали и очень важный момент друзья вы в момент когда значит играете ту игру которую вы любили допустим теннис играть пожалуйста встаньте в комнате играйте в теннис без всякой ракетки без всякого мяча или любили на хоккей хоккей ну пожалуйста без всякого льда моделируйте это у себя в комнате волейбол любили делайте эти движения которые тогда делали вспоминайте что вы тогда делали и делайте и у вас возникнет даже знаете что прямо кусок этого как голограмма вдруг возникнет того как это было у вас детстве команды появится вы будете вместе с ними давать там пас забивать или баскетбол мяч кодзину закидывать возникает голография голографическая но это же есть погружение в транс раз бывает негативный когда у вас страх это транс транс бывает позитивные влюбленности влюбился и все окрашивается божественным светом и она тебя поощряет стимулирует быть еще лучше чем ты есть и она тебе поднимает это прекрасные чувства я вас сейчас обучаю как вот негативные эмоции переводить позитивные как использовать вот этот механизм перевода для того чтобы научились внутри себя быстро переводить себя из минусов плюс вам надо научиться вот этой безмятежности в этой безмятежности если вы помечтаете желаемых переменах себе и будущем там навыки вырабатываются в разы быстрее чем в обычном случае почему потому что там повторять что-то для того чтобы вырабатывать навык долго не нужно потому что в обычном случае когда вы вырабатываете какой-то навык ну например в кольцо закидывать мяч баскетболу но вы вырабатываете навык много тренируетесь повторяемое действие ну допустим 55 часов вы вырабатываете навык потому что вы еще боретесь тем на что у вас было в предыдущем а здесь вы безмятежности них никакого предыдущего нету это обнуление всего предыдущего и там когда вы какой-то навык вырабатываете вы ничем не боретесь сразу его формируете поэтому вы это делаете многократно быстрее но это используют для обучения иностранным языкам новым профессиям и так далее вот эти все приемы с подбором действий синхронных текущему состоянию перед уроком английского или французского или китайского и после него если вы сделаете а потом посидите все у вас утрамбуется а когда вы сделаете до занятия например или до какого-то лечебного процесса сделаете или до какого-то тренировочного процесса неважно если до и после вы это сделаете у вас эффективнее пройдет обучение тренировка оздоровление а если вам кто-то скажет но мы же не можем на улице нам предстоит допустим зайти к начальнику я штамм не могу стоять и руками надо вы вы до этого делайте антистрессовую подготовку дверь закройте свою дома чтобы никто не заходил хочется вам петь пойте хочется ну как дети побудьте ребенком побудьте самим собой учитесь как дети и спасетесь написано хочется плакать плачьте и хочется петь пойте хочется зевать зевайте хочется дрожать дрожите хочется играть играйте хочется петь пойте хочется там что хотите то и делайте за закрытыми дверями пять минут день побудьте собой этого мере нет этого мере нету я вам даю оптимальный способ быстро наладить внутреннюю гармонию и вы заметите многие болезни проходят хотя это не клиника я просто обучаю вас как снимать стресс итак друзья выходите на ковер кто хочет лучше если выйдет человек который никак не может успокоиться стоять стресс давно страдает вот такой самый такой сложный человек выйдет и мы ему за 10 минут все снимем и все научатся кто не знал как это делается и будет потом всю жизнь применять Юрий Иванович Горохов приветствую вас сердечно сердечно приветствую вас очень уважаемый мой человек это у нас есть такой еще Сорокин Николай который проводит Юрий как это называется вот эти вот чтение праздники науки великие имена добрый вечер приветствую сердечно всем привет так 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 все за тариф ну ничего мы запись оставим все будут смотреть самое поразительное друзья это оказывается привлечь внимание привлечь внимание оказывается вот чего стоит денег вот что стоит денег потому что на самом деле сегодня интернет с одной стороны вроде бы так открыт для всех ничего не спрячешь а с другой стороны оказывается есть технологии заплатил и тебя продвинут так что всякие идиоты продвигаются деньги есть продвигаются а ты вот будешь говорить самые хорошие я не про себя говорю я не самый хороший может быть если лучше меня сто раз но ему тоже трудно вот Юрий посоветуйте нам как нам продвинуть наш бесплатный ликбез для того чтобы миллионы людей могли остановить войны кризисы и потребность лекарств да ну это конечно такие задачи я немножко практикую вот с Касаем Магомедовичем мы не раз общались с большим удовольствием Сорокин звонит наверное хочет я знаете вот вспомни рассказывал такую байку да историю про собачку Хасаем Магомедович помните да вот когда мы в своей жизни наверное в предыдущих каких-то своих возрастных там отрезках времени испытывали какие-то тяжелые вещи какие-то стрессы да которые наверное повлияли на следующую жизнь они остались в нашей душе как комплексы которые мы не можем освободиться вот эти страхи неверие в себя какие-то боязни ну если на простых примерах вот боязнь животных да например или боязнь чего-то нового а вот про собачку я всегда вспоминаю это было со мной я могу рассказать да сейчас удовольствием конечно это очень важно да и вот как-то скажем ой я даже немножко маленькую предысторию расскажу у меня была болезнь тяжелая позвоночника в 2003 полтора года болел и потом так получилось что я уже ходить не мог и было состояние деформация да позвоночника вот и так получилось что мне подвели к батюшке отец поликарп очень помог я его вспоминаю с большим благодарностью он к сожалению уже лет десять как ушел вот но в тот момент еще там получили события которые в общем-то меня поставили на ноги за две недели без операции это вообще один на тысячу человек и тогда я поверил в то что я вообще благодарен этой болезни представляете да что поверил что человек очень многое может и человек может восстановиться сам при любой степени болезни и вот эта вера во мне она до сих пор живет еще больше развивается я тогда стал понимать если мы мы способны восстанавливать свою систему да свой организм значит мы можем влиять на события своей жизни в прошлом и в будущем вот и как одна из практик я попробовал мысленно вернуться в тот момент когда мне было лет шесть может быть меня покусала собака ну где-то у родственников не сильно но у меня конечно стресс был такой и я ее сам подразнил ну так не сильно но разнил ее злил она такая зая была вот и и просто один раз что-то думаю если я с ней подружусь я подошел к ней близко а она меня цапнул за плечо ну я конечно там расплакался и уже мне гораздо больше я это вспоминал и потом думаю что наверное можем мысленно вернуться в то прошлое сейчас произошли с вами какие-то вот тяжелые события в детстве божии вы можете развернуть историю свою скажем жизненную я вернулся в этот момент я с этой собачкой подружился мысленно да ну в медитациях я подошел как бы к ней покормил ее не стал ее дразить мысли начать там пообщались познакомились и мы стали друзьями ну как это можно сказать и представляете у меня вот это скажем вот этот карма или вот это она исчезла жизнь поменялась да то есть я спокойно сейчас к этому отношусь но я говорю самые простые случаи самые понятные а были то еще скажем посерьезней и скажем которые могут вашу жизнь изменить верить в себя свои силы но верить в создатель нашу что наши светлые силы всегда помогают они всегда с нами вот так коротко спасибо очень помогли очень помогли рассказать технологии одно дело когда мы говорим верьте в себя но человек не знает а как верьте в себя он не знает потому что в школе учили повторение на основе вот старательности приложения усилия над собой вот это вот самонасилие вырабатывают из человека старательного исполнителя теперь мы ему говорим верь в себя он не знает как себя верить вот мы с вами сейчас и занимаемся тем что обучаем людей чтобы они могли на этих примерах вот вы хороший пример рассказывает на этих примерах понять как себя верить у меня точно такой же случай был я тонул в море потому что мы в Махачкале у нас по списку моря я нырнул и вдруг в какой-то момент оказалось что оттолкнуться не оттуда то есть по существу дно было не там где я планировал я вдруг запутался где вниз а воздуха дышать уже нет и вот такая психотравма я в этот момент ну как это я инстинктивно доверился к природе и ни разу меня оттуда и бом-бом-бом и я выскочил то есть я не стал делать хаотичные движения и вот эта вера моя в то что ну как-то я отпустил себя и вот ну не знаю как получилось потом через много лет а след то у меня остался как с вашей собакой вот я вот когда вышел из какого-то из боли там или спина болела что с десяти вышел на безмятежность я вспомнил вот этот кула и я там опять нырнул на основе ну я и там когда я переворачивался когда дыхание не хватало я вот это вот состояние запомнил что теперь всегда я буду это помнить я как-то его за за я и внутри себя и после этого то есть я туда же вернулся где я в детстве вот это попадал и там исправил немножко ситуацию и теперь потом я этим часто пользовался вернуться как вы говорите Юрий события ваше травмированное травмирующее там поправить ситуацию но для этого хорошо вы же слово упомянули медитативно вы же это сказали вот это есть состояние безмятежности это вообще-то состояние нирваны а путь к нему медитация да вот вы это и сказали мы просто разными разными словами называем одно и то же и все люди на свете думают одинаково просто слова они используют разные а если мы доступным образом примеры приведем то люди начнут понимать друг друга лучше чем раньше а кто хочет а вот я хочу сказать вот у нас это застрельщиком этой встречи была Наталья которая говорила для наших родителей мамаш у которых дети инвалиды мы хотим говорить сделать встречу вы можете там я сказал да конечно вот она Наталья здравствуйте всем да это очень важно для нас было потому что мы работаем у нас даже научные работы обо всех этих проблемах потому что мы работаем с больными детьми аутизмом и вот когда мы в ходе встречи вы говорили о повторяющихся движениях очень простой вывод наступил о том что эти дети хотят сбросить свое напряжение потому что каждый знает наверное кто сталкивался с такими детьми что они находятся постоянно в одних и тех же движениях и возможно это их попытка снятия того самого напряжения которое присутствует у них внутри потому что природа аутизма до конца не изучена мы только ну скажем так где то там в начале пути поскольку это проблема которая ежегодно увеличивается в нашей стране ну практически в некоторых регионах от пяти процентов а в некоторых регионах даже до двадцати пяти процентов это ментальные нарушения природа этих ментальных нарушений конечно еще до конца не изучена но вот эти вот моменты которые мы изучили сегодня моменты саморегуляции возможно скорее всего что они применяются детьми на интуитивном вот таком вот состоянии для снятия их напряжения конечно конечно вот я вам скажу ко мне приводили девочку она очень закутанная потому что ей казалось что все время она микробами заряжается все время моют руки все время ну зациклены но это такая есть патология я ее выводил на состояние глубокой безмятежности и там она перестраивалась автоматически то есть Будда был гениальный человек который придумал эту нирванию он сказал жизнь и страдания смерть и страдания рождение и страдания и он придумал эту нирванию но он не мог донести ее до всех людей и поэтому он сказал путь не медитация но донести до каждого каждого свое представление о каждом слове поэтому сказано что сказано слово это ложь потому что истина в контексте и Христа спрашивали а кто такой ближний и Христос был вынужден рассказать о самарянине то есть какими-то мифами какими-то сказками какими-то примерами мы дополняем понимание людей о нашем слове которое мы говорим вот сейчас Юрий который о собаке сказал это великолепный пример Юрий он очень ну очень интеллектуальный человек я очень рад что он этот пример рассказал каждый может случай вспомнить каждый может вспомнить случай причину своей психотравмы и выйдя на состояние безмятежности либо повторяемым действием либо хлестом либо лыжником либо плавательным движением либо таким движением либо подбирая действия который вам хочется продолжать запомните пожалуйста повторяемое действие которое хочется продолжать этого в мире никогда не было это значит тот действия 20 это который grandparents это очень важно и дети которые аутисты которые продолжают олег знает вот как это называется не аутиста у других вот эти вот просто повторяемые 10 все время как это заболевание алалия очень много таких вещей и в речи это тоже повторяемый слог почему это происходит 2 2 2 сигнала по двум половинам мозга должны пройти и соединиться и пока вот по одной половине идет быстрее по другой медленнее но такая если это не я пока не соединяться ребенок вынужден повторяемым действием компенсировать время задержки а я как раз обучал самые крутые команды которые занимаются лечением логоневроза там и долгих они там не приезжали руководить я их обучал я им давал вот эти упражнения я хочу фиксироваться именно не на том как говорится на том что говорить и большая харьковская школа была такая которая учила логоневроза великолепная школа так что вот выход на состояние безмятежности помогает нам восстановить утраченную гармонию обнуление обнулился это разгрузка а действия которые ты выполняешь который хочется продолжать идея это разгружающие действия ты вышел и там на нуле ты можешь перезагрузиться я например всем рекомендую выйдя на состояние безмятежности в этом состоянии помечтать что в любом страхе в любом стрессе который тебя захватит неожиданно сразу вспомнить вот эти 10 пальчиков пожать или мочку уха размять и сразу вспомнить несколько задач которые ты раньше не мог решить ну например картин дорисовать чтобы она лучше была там или книгу дописать или там язык получить быстрее не знаю и вот сразу вспомнить их и энергия напряжения она оказывается как в айкидо переходит на их решение во первых ты быстрее из этого страха выходишь во вторых через несколько часов после того тебе хочется уже картину дорисовать и тоже чувствуешь как он это очень интересная вещь как не только снимать стресс как весь мир снимает поэтому водка транквилизаторы снотворные а как использовать энергию стресса переводя ее на решение ранее нерешаемых вопросов почему я это уверенно говорю потому что мать спасая ребенка подняла вагонетку которую потом пять мужиков на место поставить то есть у нее было ради чего когда есть ради чего тогда эта энергия не разрушает человек а направляется на исполнение вот этого ради чего она мать спасала ребенка и подняла тяжеленную вагонетку а если человек просто стресс использует если испытывать и нету адреса такой человек и разрушает вот чем дело поэтому когда человек имеет какие-то задачи высокие какие-то цели надо вспоминать момент стресса во-первых стресс при этом уменьшается во вторых эти стрессы на эти задачи легче потом достичь а где ваши ваши где все вы знаете у нас очень большие проблемы были у нас часть учителей подключена я уже смотрела там по списку но я хочу сказать что у нас регионе была какая-то проблема к сожалению с подключением и да люди очень переживают у меня полный чат всяких там сообщений мы не можем подключиться не можем подключиться я понял пусть они подписываются на мой youtube канал обязательно мы не только подпишемся но и у нас в планах нашего коллектива вот наших коллег разработать специальные методики в основе на основе ваших методик разработать непосредственно индивидуальные какие-то занятия не только с родителями аутичных детей но и самими такими детьми поскольку вот эти у нас тут олег пощиков у нас тут у нас тут очень много наших кто так бар это все специалисты по методу кучки это не просто наши слушайте это специалисты поэтому у меня же вебинар я совсем забыла не слышно друзья подписывайтесь кто не подписан от нас все зависит сейчас мы находимся в точке неопределенности в точке бифуркации вы посмотрите что там с израилем творится что там с этим африканскими странами что там творится вы посмотрите война идет даже махачкалу туда втянули это вообще у нас вообще нормально всегда было с евреями все у меня друзья все евреи какие проблемы мне же всех втянули вот эти политики всех туда втянули и поэтому они надо нам надо быть заслонны поэтому на школа человек будущего это школа человечности школа человечности и в нашей школе очень много людей 190 тысяч подписчиков только в youtube канал нам надо 5 миллионов чтобы переломить ситуацию я хочу сказать на каждом из нас ответственность я сорокину тоже дорогой николай я его очень люблю уважаю это модуль почему мы не расширяем наши каналы почему мы не расширяем у него великолепные вот этот вот праздники науки праздник это шикарные просто там прекрасные выступают там знаете очень уважаемые ученые очень уважаемые значит за их плечами многое стоит в жизни и почему так получается что наши каналы как-то не увеличится почему они увеличиваются у разных людей которые с большим цинизмом которые умеют на этом как-то зарабатывать почему ну почему так происходит вот интернет вроде бы хорошая вещь а с другой стороны вот так поэтому я знаете почему думаю потому что мы иногда я сам тоже лично страдаю этим недостатком вот вижу хорошее кто-то говорит там хорошие вещи вот нажать на этот колокольчик или куда-то там нажать иногда думаешь ну наверное другое нужно именно потому что думаешь другое сделать сам не делаешь ну так бывает ну что делать Акбар как дела как у тебя на погоду реакции сегодня а сегодня как-то в покое не да я замечаю ну я с утра точки разминал и поэтому у меня да сегодня лучшее состояние хорошо ну хоть новичок кто-нибудь ездит чтобы вот задал вопрос такой да я бы хотел задать вопрос давай да добрый вечер добрый вечер меня зовут Рустам да Рустам да как-то мы с вами с Хосеем Магомезом давным-давно общались то есть вы не новичок вы не новичок ну да относительно полу новичок да да ну давайте у меня вопрос если любое повторяющиеся ритмичное движение снимает напряжение как это соотносится с бегом ну именно так есть если ты попал в ритм да вот какой-то 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 же какой-то темп бега он так скажем не снимает напряжение а напрягает да какой-то темп бега возможно да да автомат если у тебя рюкзак если у тебя сапоги я был в армии два месяца когда я учился в мединституте у нас была военная капель я думал что я перестроюсь потому что я соваюсь и там встаю позже я думал что это мой недостаток что я в этой армии куда нас всех студентов посылали я там перестроюсь там 6 часов встаешь сапоги автомат и бежишь к вас я не перестроился это во первых приехал домой наконец выспался во вторых я все время ходил там с такой гудящей головой в третьих я понял в чем дело дело в том что если ты вошел в ритм ты бежишь на автомате то есть действие подобрал к синхронному текущему состоянию или деятельность подобрал к синхронному текущему состоянию вот ты вошел в резонанс и можешь бежать и бежать если же ты не попал в ритм напряжение увеличивается увеличивается до крайней точки ты ее потом преодолеваешь и опять легкость это называется второе дыхание хотя второе дыхание там ни при чем это оно пристроилось потому что у меня бабушка одна была на суде судили ее внука и она сидела ее прямо трясло вот это тоже повторяемое движение ее трясло она заслушивала договор что будет с ее внуком и в какой-то момент она мне потом рассказывала напряжение это стало такое дикое а потом как-то меня отпустило и мне стало все безразлично я сижу вот так качаюсь вот перешла пик напряжения поэтому я говорю когда у нас напряжение мы решаем какой-то вопрос и у нас не получается добавляем это напряжение до пика то после этого может быть легче решать эти вопросы поэтому я применял все для разных семей у профессиональных спортсменов второго дыхания говорить не бывает это только начинающих наверное тоже с этим связано но если он тренированный у него не бывает второго дыхания он сразу летом находит называется марафонский бег да сегодня просто на этом я я бегаю не по асфальту бегаю на эллипсоиде потому что с коленями проблемы уже видимо возраст что ли после того как побегаешь по асфальту даже мягкие обуви порой бывает колени болят поэтому на эллипсоиде приходится вот сегодня так этот вот обычно как бы задаю себе там какое-то временное там временное ограничение там да на бег ну 10 километров там бегу на эллипсоиде вот там за час я его там должен пробежать еще не что-то решил этот вспомнив о ключе думаю дай-ка не буду напрягаться немножко получилось там подольше минут на пять бежал ну зато зато усталости вообще вообще не было пульс 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 сформировал там пульс где-то до 150 был но я с этим тоже связываю потому что когда пульс до 150 это такая вообще не особо большая нагрузка ну видимо она тоже там помогает как-то справиться тем что напряжение не возникает а вот светлана спрашивает объект не вреден может лучше ходьба прогулка тоже полезно если в ритм вошли вы идете гуляете забыли обо всем приходите домой отдохнувшие а если в ритм не вошли пришли домой уставшие например дождь пошел и вам надо лужи обходить и вы все время перестраиваетесь и никак не отдохнуть а так гуляете по улице или по улице задумались вышли на ноль так случайно а там восстановились тогда отдохнуть а вот по поводу вы затронули тему по поводу совы и жаборонка это действительно действительно не стоит не стоит себе ломать и перестраиваться нет 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 есть средние которые могут и так и так они за счет тренировки могут перестроиться а есть такие как я которые никак видимо видимо извините видимо у меня была родовая травма я помню я еще когда маленький был никаким дедом не занимался маленьким ребенком я был я помню когда я вдруг проснулся не в свое время у меня мушки под глазами плавали видимо у меня была родовая травма и потом первые уроки в школе для меня были мукой это было такое испытание я думаю ну когда же кончится урок чтобы выйти немножко подвигаться поэтому у меня так получилось что я всегда к вечеру становился более живой и лучше себя чувствовал и вечером 7 часов вечера у меня самая продуктивность работы но дело в том что это у меня так а у другого по-другому у кого-то утром девочка обычно утром стоит вот я засыпаю засыпаю где-то порядка там двух часов и получается все время пытаясь этот график график этот изменить ложиться пораньше вставать пораньше но если если это даже получается на короткий период времени то потом все равно скатывается опять к этому режиму я тебе предлагаю никого не слушать а использовать принцип подбора путем перебора и ты поймешь что тебе подходит если ты попробуешь несколько дней так потом попробуешь несколько так ты в конце концов вырулишь на свой бед а когда мы слушаем кого-то который говорит нам надо обязательно вставать 6 потому что там определенные гормоны ну да да это связано как бы с гормоном там с мелатонином с кортизолом это вот эти вот жаворонки которые по природе они по-другому и не могут даже если себя был заставлен так они становятся нашими начальниками потому что он рано встает у него энергии полно и он начинает нас учить как надо жить и мы все должны подстроиться они все становятся руководителями министрами чиновниками ну потому что на трудности один Сталин верный вставал тогда когда ему надо было но это получается индивидуальный 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 режим работы гормонов у каждого я вот тоже не совсем как бы понимал как так может быть что гормоны там в определенное время у всех людей должны достигать пика как вечером так и утром вечером там не восстанин а утром кортизол да не надо их слушать глупости всякие связывают там с восходом с восходом кого-то списывают и всех начинают учить слушайте связывают добрый вечер может им этот ключ помочь подготовиться к медицинскому исследованию боязни обследования а то тревоги симптомов которые возникают перед ожиданием самому спасибо где это где этот человек сюда выходите сейчас мы вас научим зуми давайте сюда а вот по поводу давайте давайте реально поможем на что вы поняли там по поводу бега даже можете просто погуглить когда бегать рекомендуете вы увидите что врачи не рекомендуют бегать по утрам а очень часто и среди знакомых своих я встречала людей которые просто насилуют себя по утрам рано встают это была книга была бег ради жизни муж бегал муж бегал отец по моему муж ну короче муж один из них бегал его потом сорвал сердце и потом он стал бегать вечером да вы просто наберите даже погуглите когда бегать когда вам приятно тогда и надо бегать зачем вам надо обязательно бегать врачи не рекомендуют утренние пробежки а многие об этом не знают и даже насилуют всегда будильник ставят и ради своего якобы здоровья вся беда в том вся беда в том что человек с пеной у рта будет доказывать и советовать вам именно то что ему подходит и он думает что все такие а все то разные давайте давайте кто там вопрос задавал сейчас ответим что вы могли всю жизнь пользоваться можно ли селиться от онкологии третьей стадии рак яичников сделал сделал это покажите марина открываете глаз он предлагаем 35 раз я вот целую речь вот юра выступал вот влады игорь выступал ну мы же вам хотим пользу сделать но вы которые меня спрашиваете как помочь там с раком шанс выпадает а сам магомедович можно я вам задам вопрос меня зовут светлана я имела счастье с вами общаться ранее в том году ну вот и делала все процедуры и благодаря вам начала иметь хороший сон но я же сейчас веду занятий видите занятий здравствуйте а что вы у меня не подписаны на youtube и почему а что там не было это это как раз таки результат обучения на основе повторения повторения она очень наверно прилежная старательная но думать свою голову не умеет вот о чем речь идет поэтому мы дополняем принцип обучения на основе повторения принципом вольного поиска действия сихронных текущему состоянию принципом подбора путем перебора который как раз таки есть принцип проб и ошибок но с критерием поиска индивидуального решения то есть развивающие творческие возможности и так давайте задавайте светлана да и так значит я продолжу сегодня я услышала просто гениальная ваша вашу рекомендацию то что не нужно подстраиваться под всех если ты сова то делать все утром как рекомендуют вот я хотела вас за это поблагодарить дело в том что начинаешь себя чувствовать неполноценным человеком когда говорят что вставать надо только в шесть часов а еще лучше пол шестого ну и также занятия то есть я повторяюсь то что сейчас в это уже обсуждали делать физические с утра а вот если это никак не получается то значит я я благодарю вас что вы ответили на мой извечный вопрос что надо делать наталья спасибо большое в любое время и даже поздно вечером но вот у меня вопрос был по бегу ну как бы не рекомендуют наверное все болят коленки даст что вот как выразился там мужчина он тоже по асфальту не бегает это можно только еще усугубить сделать себе проблему можно ходить но ходьба должна быть ритмичной вот не просто гулять а именно вот войти в этот ритм вот я просто пример когда дождь и когда не дождь когда вы идете гуляете о своем когда вам когда вам не приходится думать как ходить когда вы о чем-то думаете о своем так когда ритм кто такой становится который помогает вам думать у вас подстроиться под ваши мысли ваше состояние для человека же важно не не ноги а то что он там думает все я поняла а не наоборот все те которые учат физкультуре что во время физкультуры надо думать о том как правильно делать упражнения это идиотизм который может здесь здоровье школу любую как это так но вы просто отвечаете на все вопросы которые у меня были в голове марионетки что физкультура нужна для человека или человек нужен для поступки но это еще мешает развитие творчество нашли в этом и решите на все время нам все объясняют и указывают как мы должны не предлагают выбрать конечно не предлагают выбрать а что значит индивидуальный подход почему мы сегодня говорим о том что в принципу повторения мать учения надо добавить принцип подбора путем перегон по критерию соответствия нашего индивидуального это сегодня именно век неопределенности когда мы на цифровизацию переходим на сегодня когда кризис и войны именно сегодня когда завтра неизвестность когда мы стоим на добрых надо два этих принципа вместе использовать потому что принцип обучения на основе повторения по причем вариант воспитывает из человека исполнителя прилежного старательного раба который мысль не своей головой а шаблонами которые ему говорят он их повторяет и заучивает этот человек может быть отличником или отличницы но в жизни вот наступила неопределенность он не знает что делать уж он своей головой думать не умеет а когда он развивает свои творческие качества и способности он начинает соображать своей головой начинает примерять что ему подходит что не подходит но он же в ботинки так в магазине примеряет он же надевает туфли и смотрит жмут ему или не жмут так что же на физкультуре когда он делает упражнения он не посмотрит это ему комфортно или нет это же не спорт где ради результата а физкультура для здоровья поэтому когда человек делать физкультуру поэтому я назвал синхро гимнастикой то есть подбирай действия которые тебе синхронны они вообще которые тому кому то нравится ему то подходит а вам это спасибо большое но это же раньше называлась профотбора ну вот вот смотри как достичь безмятежности если рядом аутичный ребенок который почти постоянно лежит сейчас ответим на вопрос новенькая давайте здравствуйте слышно меня да у вас удачное такое название нет я немножечко видела ваши передачи и все но вот я задала тут вопрос что когда предстоит медицинское обследование и ты понимаешь что это нужно сделать но ты настолько боишься ты уже делал такое поэтому знаешь как это все будет волнительно переживаешь и вот этот вот страх это бога да конечно я более того даже пытались это делать вы пробовали когда вы думаете о чем-то и в этот момент начинаете нервничать вы пробовали когда-нибудь ушки размять и пальчики нажать конечно кстати пальчики мне очень помогают в том плане что иногда я оказываюсь в каком-то незнакомом месте ощущаю какую-то тревогу то я действительно делаю вот эти узелки на память получается 10 так сказать болевых ощущений которые действительно снимают определенную напряжение переключают этот доминант это да сейчас вам поможем дальше давайте мы сначала проверим венозный отток насколько у вас отработанная кровь обогащается кислородом не поднимая плеча поверните пожалуйста голову направо до конца и потом на лево до конца ну налево у меня более болезненно и менее подвижная часть на пальчик на два на три на сколько угол поворот ну скажем я могу повернуть наверное так же но ощущение полевое здесь больше ну на пальчик скажем так на пальчик вы делаете вот эту разминочку вот так да 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 делаю разминаю это я тоже делаю вот и да когда остается выйти вам на ноль давайте становитесь ну знаете может быть потому что я это делаю нерегулярно сейчас я попробую встать камеру поставить чтобы было меня видно может я делаю это нерегулярно и в этом проблема ну допустим регулярно пять минут день больше не надо ну вот надо будет я просто это хлёст подберите то что вы в детстве любили делать может быть есть более эффективное для вас ну вот тут то и дело что я не могу подобрать то что я любила в детстве делать я любила в бадминтон играть но ну пусть посмотрим давайте 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 у нас молодеют люди при этом когда они вспоминают что они любили в детстве делают вот так вот так подбор путем перебора по критерии минимального усилия по перебору желания продолжать к принципу повторения мать учения вот принцип подбора путем ну хорошо я уже повторения но по другому механизм да 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 еще ну что еще ну хорошо может быть лыжи это кстати говоря лыжника я придумал знаете из чего чего у микулина у микулина герой сосуда который занимался двигателями для реактивных истребителей активных самолетов академик микулин книжка активное долголетие у него там есть прием когда человек падает на пятки вот так одну минуту продолжайте качаться продолжайте качаться как вы только что начали делать и делать вот качаюсь падать на пятки надо там что падать на расстояние каблучка не больше да 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 я это происходит вибрация это улучшает кровообращение и так далее а поскольку мне например скучно падать на пятки целую минуту да я придумал когда руки бросаешь у тебя это и так автоматом получается то есть это легче делать а если так не получается в обратную сторону бросаешь а если так не получается вот так делаешь у меня одна дама так делала ой говорит оттуда выходить не хочется а я говорю а ты чем вообще занимаешься она как я лыжница потому она и лыжница потому что это действие подходит ну понятно я супер суть всего этого понятно но сейчас мне уже даже весело потому что я какой-то актрисой чувствую очень долго не хотела выходить а ну что вы здесь все свои ну что да да конечно тут люди в плане тут человеческие отношения это люди такое видели в жизни понимаете понятна понятна водили после к видов людей мы за 20 минут выводим из любого состояния невротического пока эти все ковидовые дела это оказывается невротические проявления да мне после ковида тоже увеличилась тревожность почти по любому поводу ну хорошо я поняла когда вы это делаете еще волна когда сидишь вот так вот как грузины когда пьют сидят и поют вот когда вы так сидишь раскачиваешься как в лодке качаешься и переживаешь о том что тебе предстоит да вам предстоит обследование правильно да 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 и начинаете на этом нуле переживать переживать не прогонять мысли не прогонять мысли а переживать на кончике вот этого колебания и когда вы соединяете колебания с переживаниями тогда у вас и происходит смена отношения к этим будущем ситуация обследование понятно хорошо я попробую это делать если это вам не подходит подберите другое любое повторяемое действие переживайте сколько переживается не прогоняем мысли ну да хочется от них наоборот избавиться а тут получается нужно как раз таки нет не прогонять их как раз таки когда эти психологи говорят не переживай это как раз таки глупость полная как живой человек может не переживать да в том то и дело вай но прислушайся к себе что тебе при этом хочется сделать например тебе при этом хочется поплакать поплачь например не хочется зевать позевать подключая организм к этому процессу и ты выйдешь из этого переживания у тебя будет легкость хорошее состояние соедини переживания с повторяемыми действиями ну а если на следующий день снова возникает опять же так сделайте когда вы несколько раз так сделаете в обучить я раз на хорошо спасибо большое это делаете у вас на индикаторе снижается напряжение место адреналового комплекса мобилизационного включается эндорфинные то есть место доминанты симпатикотонического отдела и нервной системы включается пара симпатический отдел дневной системы и когда вы несколько раз так сделаете все равно чтобы принимали курс лекарства все равно хорошо я постараюсь у нас есть я буду писать эти препараты это хим заменители хорошо буду писать небольшие отчеты во время вебинара как у меня продвигаются дела ну спасибо вам большое какой интересный вопрос как достичь без мятежа если вы еще пару раз у нас выйдете на ликбезах вы выступать будете на любой публике как сейчас говорят был за и к но так говорил что его и земную шанс слышать когда здесь без мятежа если рядом аутичный ребенок который почти постоянно визит потрате 15 минут выйдете на ноль и помечтаете там о том что когда он лежит вы просто кайф получаете вас венятся отношения кстати лежать перестанет потому что вы перестаньте на него по-другому вы будете по-другому реагировать ваши отношения станут гармоничными давайте выходите сюда я вас научу выходите выходите еще у нас есть 10 минут выходите выходите как раз мы для этого и сегодня собрали что помочь мамашем у которых и 2 лет не день а 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 девушка 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 заходите сюда саревич у нас постоянно выбирать выбивает связь вы знаете это то есть я а а мы занимаемся изучением воздействия гипоксии на нейронный обмен головного мозга мы работаем совместно с санкт-петербургскими институтами совместно с новосибирским медицинским академгородком мы используем все виды диагностики в своей работе Поскольку дети, имеющие особенности в своем развитии, очень часто имеют логопедические нарушения. Но, скорее всего, это связано с тем, что они получают травмы в лобно-височных долях мозга, а именно же в лобно-височных долях мозга нарушение нейрообмена, оно и свидетельствует о нарушении речи и логопедических каких-то нарушениях. И вот наша задача помочь этим детям восстановиться, ну, скажем так, успешность нашей работы, если родители настроены решительно, то они, безусловно, добиваются успеха. То есть, вот, допустим, мы берем аутичного ребенка со слюнотечением, и в девятом классе он у нас сдает ЕГЭ вместе со всеми детками нормотипичными. И их успешность достигает, ну, скажем так, даже пятерки дети получают на экзаменах, которых раньше считали аутичными. У нас, например, в клиниках кисловодских врачи-неврологи говорят, если вы пойдете в 21-ю школу, а наша организация, ну, чтобы в аттестатах писать можно было, 21-я школа, она, такое вот название, если вы пойдете в эту 21-ю школу, вы лишитесь инвалидности. И у нас по городу вот не всякие мамы идут к нам, хочу сказать, к сожалению, потому что они еще не готовы иметь здорового ребенка. Вот сегодняшний день тому пример, что они не страх какой-то, испух какой-то, тем более у нас здесь в регионе, вы, наверное, сталкивались с этим, что очень многие семьи прячут больных детей. Так как больной ребенок в семье, он может наложить отпечаток на то, что там последующий, там, дочку замуж возьмут или еще что-то. Это очень часто в Карачаево-Черкесии происходит. Это очень, конечно, печально, но факт сегодняшнего дня. А мы, поскольку работаем в городе Кисловодске, кстати, я всем предлагаю провести у нас какой-то форум или какую-то конференцию, потому что это просто удивительная методика. Николай Сорокин, наш друг, вот здесь вот я вижу его запись в присутствии, это надо его попросить, если у него будет возможность, такое время. Он такой у нас очень печется за всех на свете. Да, ну, я так думаю, что встретиться со специалистом со всей России на какие-то очные мероприятия, где будет все-таки, наверное, более яркий энергообмен, чем у нас сейчас здесь присутствует в группе. И я думаю, что мы можем получить и зарядиться друг от друга гораздо более позитивной энергией, чем это происходит по видеоконференц-связи. Так что я при возможности, если, коллеги, вот, пожалуйста, я готова все свои координаты дать, и у кого будет заинтересованность нашей совместной работы. То есть мы открыты к общению, мы готовы, мы занимаемся научными исследованиями. Ну, правда, пока у нас с финансированием немножко сложновато в области науки, но мы как-то изыскиваем добровольцев, изыскиваем средства. И на сегодняшний день мы уже пришли к выводу, что гипоксия, которая естественная у нас в городе Кисловодске, а это, значит, высота над уровнем моря приблизительно где-то 900 метров, эта гипоксия очень плодотворно действует на организм, восстанавливая нейрообмен и позволяя организму достигать очень высоких результатов реабилитации. Именно поэтому здесь у нас создана была в 80-м году база Олимпийского резерва, и мы очень сожалеем о том, что готовили олимпийцев-спортсменов. Нагрузки, потому что после тренировок в нашем регионе можно увеличивать максимально. При этом в нашем регионе еще особенность такова, что энергетические восстановительные способности организма очень высоки. Это не только кардиологический, как раньше считался курорт, это также и сосудистые все вопросы. Также мы сейчас делаем заключение о том, что и нейрообмен тоже благоприятно восстанавливается именно в наших условиях, в условиях гипоксии. Это вот такие вот наши дальносрочные перспективы, которых мы мечтаем доказать их и мечтаем, скажем так, распространить по всей России вот эти уникальные достижения нашей российской науки. Это первое. Второе, мы очень сожалеем, что у нас сейчас в регионе закрыт НИИ курортологии. То есть у нас сейчас нет института, который бы непосредственно занимался изучением. Хотя на протяжении с 870 года этот институт у нас действовал. И, конечно, работы те сейчас практически очень многие утрачены, и мы пытаемся это восстановить. Так что приглашаем коллег для совместной деятельности, для сотрудничества. Наталья, вот если сегодня... Я могу дать контакты. Николай Шокин, привет, привет, привет. Да, да. Юрий Геннадьевич из Волгограда. Они постоянно проводят конференцию по курортологии в санатории. И там и Пятигорск, и Ессентуки, и ваш знаменитый Кисловоз, все участвуют. И вообще у вас знаменитые места. Понятно, что Пятигорск от вас достаточно, как говорится, близко. Ну, Пятигорский провал знаменитый. Киса Воробья, мне кажется, Остап Бендер. Все они у вас там как отдыхали. Да, 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 у нас были все. Но дело в том, что Пятигорск, он, конечно, по высоте ниже, чем Кисловодск. Его высота над уровнем моря в районе 500 метров. А у нас все-таки Кисловодск уже на 300 метров помыли. Ну, в общем, вы поняли, на базе Волгоградского медицинского университета проводится много лет конференция курортологов, вот кто занимается этим. То есть это есть? Я вас могу туда контакты кинуть вам, если вы... Да, буду благодарна. Да, да, да. Буду очень благодарна. Спасибо большое. Да, у нас есть филиал Волгоградский, и там есть кафедра Старокошка. Они запатентовали наши солодковые ванны. Это их патент именно кафедры курортологии совместного. Раньше это был Ставропольский государственный медицинский университет. А сейчас филиал Волгоградского у нас в Пятигорске на базе фармацевтического. Да, мы работаем с ним. А я нахожусь в Самаре. Привет, Самара. Приветствую. А у нас в Кисловодске плюс 18, а сейчас плюс 15. Ну, так вам не надо, что теперь. А у нас в Самаре тоже русский швейцарий считается. Вы знаете, Жигулевская кругосветка, Грушинский фестиваль, то самые такие хорошие места тоже. Да, у нас есть коллеги из Самары. Да, у нас есть коллеги из Самары. Медицинский вуз у нас, ну, один из самых сильных положих. Самый сильный. Да, да, мы слышали о вашем вузе. Наши дети поступают туда. Но мы никогда не скажем, что эти дети когда-то были аутичными. Вот они там учатся у вас в медицинском вузе. Ну, ладно. Коля, ты знал вообще, что аутист может быть потом не аутистом? Я первый раз слышал, что я врач, и я первый раз... Я такого не знал, конечно. Я сам это закончил биофакт в Саратовском университете, кафедра физиологии человека и животных, и поэтому немного физиологии. Да, отлично. Ага, ладно. С этим детишками познакомиться можно, да? Ну, конечно, конечно. Это будет прекрасно, это будет прекрасно. Я еще хочу, вот там мамаша спрашивает. Очень сложно достичь гармонии, когда рядом аутичный ребенок. Извините, если не в теме связь попадает. Так вот сейчас эта мама может выйти к нам или нет? Ну, вы же понимаете, что мамы в большинстве случаев боятся. Ну, пусть она скажет, что она боится, не боится, или почему связь пропадает, или может выйти. Корейль, всего пять пропадает. Может быть, нам прийти на это, чтобы в следующий раз еще раз делать такую встречу. Но если опять придут только наши, я с нашими могу и так встречаться. Нет, это естественно. Я же говорю, у нас проблемы подключения в регионе очень большие. У нас не работали мессенджеры, у нас не работал ни Телеграм, ничего. Вы можете потом раскидать им запись, чтобы они получили... Да, вот они же просят, видите, в чате. Запись просят. И пусть запишутся на наш канал, потому что мы регулярно проводим бесплатные мессенджеры. Там можно в зону выходить, задавать вопросы. И у детей пусть приводят и покажут своего ребенка. Мы поможем маме подобрать ему упражнения из его собственных действий. Это было бы отлично. Просто, понимаете, когда находится такая мама, то ребенок, считайте ее, уже здоров. Сначала, первые годы, когда мы начинаем работать с детьми, мы начинаем однозначно работать с мамами. Для того, чтобы мамы каким-то образом стабилизировались в своем состоянии. Так что, это один из самых болевых таких вопросов. Вот здесь еще один вопрос появился. Вот. Хочу спросить упражнения стресс-тест на схождение, поднятие рук. Это только тест на стресс? Или это само по себе тоже снижает? Конечно, снижает. Вот это упражнение, когда воображаешь. Но надо руки найти в таком положении, чтобы комфортно было. Воображаешь, что они расходятся, и думаешь при этом о своем. Параллельно думаешь, что они при этом расходятся. И если они тяжелые, опусти ниже. Можешь представить, что они в таком положении. Воображать, что они притягиваются. И в какой-то момент, когда ты мысли пускаешь на самотек, и одновременно, то есть это раз половине уже занимает. И одновременно, в какой-то момент они начинают двигаться. Это идиомоторный рефлекс. Образ и реакция идиомоторный. Когда они пошли, это ты проверяешь, у тебя стресс в этот момент или нет. Если у тебя стресс, если ты не выспался, ты зажат, напряжен, они у тебя не погибли. А если ты нашел положение, и они пошли, то они стресс и снимают. Потом они пошли, потом ты попробовал в обратную сторону, они пошли в обратную сторону. При этом можешь сделать несколько механических движений, снимающих напряжение. Они тогда быстрее пойдут. Таким образом, сочетая механические движения и идиомоторные в разных комбинациях. Потом сел, спустил мысль на самотек, и у тебя наступает безмятежность. И вот этот процесс, когда ты подбираешь действия, он и развивает твои творческие качества и способности. Потом заметишь, ты во всех методах мира начнешь находить одни и те же эти механизмы. Повторяемые движения просто происходят на различных частотах, с различным направлением внимания, а суть-то одна и та же. Даже в тантра-йоге, в йоге любви и секса, да, если вы вспомните, то же самое происходит. Частота нарастает, нарастает до пика, потом сброс, и потом и женщины мысль текут как облака, они черные-то не забывают. То же самое, когда вы напрягаете, напрягаете, потом отпустили, мысль текут. Это и одни и те же механизмы во всех методах мира. Здесь мы просто проще говорим, яснее излагаем. Так. Еще вопрос. Или уже все? Наталья, руководи процессом. Но я думаю, что достаточно, потому что запись будет довольно-таки длинная. И я вас очень благодарю за то, что вы уделили нам времени даже больше из своего, чем планировали. Низкий вам поклон за поддержку, за помощь и за понимание. ...от детей-инвалидов мы готовы всегда уделить. Поэтому от ваших связей, технических возможностей зависит. Всех обнимаю по-человечески. До встречи. Желаю здоровья, счастья и много... Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, до скорых встреч. До встречи. Спасибо. Спасибо большое. Всем привет. Спасибо. Спасибо. Всем привет. До свидания. До свидания. Спасибо. Доктор Хасай, как самочувствие? Да ничего, вроде вот дождь идет. Я хотел узнать, как в Израиле погода. Похода хорошая, только сирены. А, ну понятно. Но ты противостоишь всему. Да. Потому что у тебя ключ. Молодец. Само собой. До встречи. Кстати, помнишь упражнение, что я показывал, что касается головы, темени, затылка? Так. Ты можешь это делать умозрительно? Да, конечно, конечно. Я понимаю, я понимаю. Спасибо. И, наверное, многие тоже это могут делать. Я сейчас готовлю материал в Фейсбуке для по этой теме. Отлично. Борис Каневский у нас один из авторов книги, последней книги. Да. И вот Олег Польчиков. Все наши друзья у нас одновременно со своими именами и фамилиями в наших книгах. Так что вот, до встречи. Всего хорошего всем. До встречи. Спокойствия и мира. Да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok